На юбилейный 10-й турнир по спортивной гимнастике на призы Евгения Подгорного приехали сильнейшие в своих возрастных группах гимнасты России и Ближнего Зарубежья. О том, что ждет зрителей и спортсменов в Новосибирске в этом году, расскажет Константин Бухтатов. Самому крупному турниру по спортивной гимнастике в Новосибирске в этом году исполняется 10 лет. Соревнования на призы олимпийского чемпиона Евгения Подгорного начинались скромно. В спортивном зале Дворца культуры имени Горького. Именно там начинал свою славную чемпионскую карьеру победитель Игр 1996 года в Атланте. 10 лет назад тяжело было поверить, что соревнования примут такой масштаб и попасть сюда будут желать не только молодые спортсмены, но и опытные гимнасты. На мой взгляд, шагов мы сделали достаточно. Во-первых, мы переехали в новый зал. Если первые турниры мы проводили мужскую половину в Докогорьково, а женскую половину в Динамо, то здесь мы уже проводим всех вместе, девочек и мальчиков. И уже проводим это все именно на современнейшем оборудовании. В этих соревнованиях участвует больше 150 спортсменов, и не только из России. Свои делегации в Новосибирск отправили команды Германии, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Армении. Причем последние намерены выставить основной состав своей сборной. В общем, зрителей ждет интересная и насыщенная соревновательная программа. Разрешите поприветствовать вас на гостеприимной новосибирской земле, в этом замечательном зале и поздравить всех нас без исключения с очень красивым, удивительным спортивным праздником, свидетелями которого мы сейчас станем. Уже второй год подряд на соревнованиях будут задействованы самые юные спортсмены в категории 7-8 лет. На турнире Евгения Подгорного уже выросла целая эпоха, в том числе Даниил Казачков и Иван Стритович, которые будут выступать на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Константин Бухтатов, Александр Егоров, Новости ОТС.